Приветствую вас, друзья, слушатели и смотрители канала Твоя рыбалка, за бортом у нас плюс 30 рыбалка пока, увы, никакая, может быть вечерняя И сегодня у нас рыболовная кухня Вы знаете, я не буду лукавить, для того, чтобы родился какой-то следующий сюжет Не надо ничего придумывать и выдумывать, не надо мозги напрягать, какие-то мозговые штурмы делать Нет, надо просто слушать людей и общаться с людьми Сегодняшний наш сюжет, это две части мы разделили Первое, это отзывы и как бы лицензия людей На наши крайние три было видео, когда мы пробовали свое Мы тестировали инструменты и играли с ваблерами Вы знаете, и такой достаточно большой такой шквал звонков был связанных Вот, вы опять показываете дорогие ваблера, вот вы опять это самое А я на китайский ваблер порвал всех и я был молодец Что я могу ответить человеку? Я говорю, молодец Молодец, просто молодец Ну давайте теперь разберемся по поводу молодец или не молодец, или молодец И по поводу Китая Вы знаете, вот все ждут сейчас А, Китай, подонки, делают нам гадости всевозможные Не, ребят, Китай это молодцы Это классные пацаны Единственное, что они нам воссоздают наши самые, в кавычках, заветные желания Господа, вы хотите ваблер за три копейки? Вот они Их есть у нас Вы хотите еще дешевле? Хорошо Мы сделаем травников меньше Мы сделаем покраску хуже Мы сделаем материал изготовления хуже Но у нас они есть Вы хотите за доллар ваблер? И мы вам сделаем его Это будет одноразовый ваблер Кстати, ноу-хау, прошу запомнить Одноразовый ваблер Который щука разгрызанула там или окунь И все, он вышел из строя, он никому не нужен Ну, вы спросите, так это же ваблер все-таки Они говорят, ребята, вы когда жевца цепляете Он что, у вас тоже многоразовый, что ли? Поэтому Если же спросят японца А давайте удешевим ваш продукт Они говорят, ну хорошо, мы сможем вам сделать В виде конструктора То есть это будет все Вот набор всего-всего-всего-всего Но вы раскрасите Поставите тройнички сами Заводные кольца сами Раскрасите сами Японцы действительно очень Не это самое Неохотно идут на Различного рода компромиссы Которые связаны с качеством продуктов И каждый продукт, уважающий себя фирма Обязательно проверяет на Тестирование Мало того, что за разработкой занимается Лучшее, из лучших Вот Производство отлажено идеально Плюс еще контроль В Китае, увы, этого нет Китай не занимается разработкой Китай является Великой фабрикой копирования Они копируют все Просто все, тотально Ну так как у нас кусочек идет о рыбалке И конкретно ваблера Давайте смотри Не будем называть фермы Это никому не надо Мы сейчас никого не собираемся нагибать Критиковать Яростно Почему? Потому что я уже сказал Китай это наше воплощение дешевизны Поэтому нечего на себя пенять Посмотрите Ну чем не красавец, а? Ну чем не щучий убийца? Ну посмотрите, какой он правильный У него все хорошо Расцветка матовая Даже, сказал бы, уматывая Три хороших тройника Ну на внешний, на посмотреть Вот, сейчас еще Так, еще внутри там что-то шаробохтится Шикарно, шикарно Стоимость, о, ребята Стоимость Интересная Теперь возьмем дальше А это обыкновенный воблер от Megabass Ну что такое Megabass По сравнению с китайской индустрией Отвечу Это люди, которые делают Охренительный продукт Ну гляньте Он отличается практически Только немножко Внешне по контуру Вот И тройники Megabass Но это специально Чтобы выделиться Из китайских воблеров И тоже там что-то шелестит внутри А теперь По-серьезному Почему же такая разница В два, в три, а то и в четыре раза По цене этих воблеров Если отбросить моменты Маркетинговые И так вот По-честному взять На водоеме и разобраться Первое Вот эти летают И летают абсолютно правильно То есть он летит Вот этой частью вперед Шарики При специальной системе Механизм Который сделан Для дальнего заброса Шарики смещаются И воблер действительно Вот в таком положении Летит и опускается в воду Раз У этого все зависит От настроения Или вернее От того Как его собрали Умилые китайские руки Он может лететь Он может не лететь Он может кувыркаться И оборачиваться Вот так вот Во время полета Он может быть разным И это настроение От вашего не зависит Никак Это его Его так сделали А почему? Потому что его не проверяли Не проверяли и все Дальше Теперь следующий момент Что касаемо Японских воблеров Кроме внешнего сходства На малька Это минум Кроме правильных Полетных характеристик Есть еще один Очень интересный момент Это тот Как шумовой эффект Воблера Понимаете Дело в том Что когда воблер идет в воде Он еще шумит И некоторые воблера Некоторые качественные Японские воблера Способны издавать шум Ну я так думаю Где-то в радиусе До 6 А то и больше метров Поэтому если хищник Стоит вот именно В этом расстоянии Он запросто Услышит игру Этого воблера Дальше Работают ли так Китайские воблера Может быть Под очень Но очень большим вопросом То есть Когда в руку взял Он шумит Тарахтит Вот А как он работает В воде Поверьте Совсем все не так Мы Для себя Начали Отбор воблеров И этот отбор воблеров Делали Сначала Основываясь Материалами Которые мы подчеркнули И теми сюжетами Которые нашли в интернете Вот лучших мастеров Вы знаете Я считаю Что если ты хочешь Чему-то научиться Учись лучше У лучших есть Реально Чему научиться Тавтология Нет Это чистая правда Мы взяли За основу Как бы 110 Орбит Сейчас мы А ну Я думаю Что в будущей сумке У меня их будет Ну так думаю Три-четыре штучки Это как раз Те окрасы Опять же Сейчас Начинается уже Момент Как бы отбора Это не Это те окрасы Которые конкретно Работают у нас В регионе Обязательно Это моя Рудрочка Я не знаю Как Но она стала Одним из Любимых Воблеров Опыта у меня Пока нет Но вот Из того Что реально Ловит Вот Вот С такой Эта краской Это шедеврально На нее Хватается Красавица Там 200 грамм Которая Чуть-чуть Привы Но может На полхвоста Больше Этой Рудра На ее Хватает Следующий Товарищ Вот так Можете Прочитать Название Здесь Ничего Военного Нет Мы четко Понимаем Что это Болисон Депсовский Это Красавец И еще Еще не был На воде А я обязательно С ним поеду И показал Это Мегабатовские Эта шамеры Вот эти Друзья Конкретно Лягут В основу Заполнения Наших Коробок Вчера Не буду Лукавить Абсолютно Был выезд Просто В воскресне Вечерний Выезд На щуку Поехали В очень Запрессованный Водоем Кстати На тот же Водоем Где мы Снимали Видео И была Интересная Картинка Мы стояли Троем Как три тополя На плющихе Где-то В течение У меня Семь штук У Якова Ивановича По-моему На щуку Больше И господин Абрамов Тоже от нас Не отстал Мы просто Дубасили Щуку Из Так Сколько же По-моему 16 штук Щук В общем Одну только Взяли Одну взяли Потому что У Якова Ивановича Торжество Извините Там будет Интересное Приготовление Щуки Она превосходила Она почти Трешку была Все остальное Торжественно Опущено Домой На Вырос Пусть растут Так вот Возле нас Справа и слева Были ребята Ребята Подходили Спрашивали Почему у вас Ловится Вы знаете Честно говоря Таким вопросом В ступор Загоняли Ну вот Наши воблера Они показывают Свои И начинается Диалог Нормальный диалог На рыбалке Без всяких Там Вот я такой Классный Такой крутой У меня Жмение Орбитов А у вас Там хрень Какая-то Китайская В коробке Начинали Просто Вот смотри Идет равномерка Смотри Как играет Орбит Видели Видели Давайте Ваш воблер Он говорит Ёлки-палки Оказывается Так все просто Он не работает Он ходит Куда-то То влево То вообще Непонятно Это при равномерной Проводке Другой молодой Человек Мы сейчас Не берем Их снасти Которые Именно Удочку Катушку Шнуры У них Стояли Стальки Не берем Мы берем Только Конкретно Исполнителя То чудо Которое Делает нам Рыбалку Воблер Говорю Ваш Попробуем Давайте Равномерка Вот что мы Видим Давайте Бросили Пробовали Но у этого Было Немножко Лучше Я говорю Вы наверное Сегодня Поймали Щуку Да Я маленькую Поймал Знаете Их ответ Мне немножко Честно говоря Ошарашило А что От воблера Так зависит Рыбалка Чтоб Нет Тогда Поймите Правильно Воблер Это и есть Исполнитель Тех Ваших Всех Наработок Которые Есть В воде Если Он Кривой Заведомо То есть Пословица Кто Кого Чего Исправит Я Про Горбатого Если У вас Есть Опять Возвращаясь Своей Формуле Которую Вывел Лично Для Себя Если Она Станет Ваша Абсолютно С удовольствием Поделюсь Есть Классная Снасть Есть Опыт Который У вас Вот И Есть Рыба И Тогда Получается Успех Если Все Это Соединить Будет Хорошая Рыбалка А После Этой Хорошей Рыбалки Если Отпустить Еще Рыбу В воду Будет Шикарно Надо Взять На Покушать Не Вопрос Не Вопрос Водоем От Этого Не Обеднеет Каждый Год Рождаются Сотни Тысяч Мальков Ну Только Берите В меру О Хорошем Дальше Показали Заброс Ну То Есть Мы Поэтапно Прошли С Ребятами Вот Смотрите Какой Вам Вот Этот Они Пальцем Показывают Хорошо Заброс Ваш Заброс Расстояние В 10 Метров Тем Более Мы Бросали Кастинговым Удилищем А он Бросал Обыкновенным То Обыкновенной Катушкой Естественно При безинерционке Заброс Воблера Существенно Дальше Ну По крайней мере У нас Так Получается Никак А что У вас Воблер Во время Полета Не кувыркается У меня Там Всевозможные Кульбиты Делает Ну Потому Что У нее Соответствующая Система Которая Отвечает За Дальность Заброса И Так В двух Словах Объясню Говорит Вы знаете На этом Воблере Сказали В магазине О том Что Есть Такая Система Да Она Есть Но Она Не Работает То То Есть Она Не Срабатывает Тогда Когда Это Необходимо Я Не Знаю Будут Ли Воблеры Которые У этих Ребят В Коробках Заменены На Правильные Или Не Будут Но По крайней Мере Стратегия Нашего Магазина Будет Потихонечку Изменяться В сторону Качественных Воблеров То Мы Будем Однозначно Искать Хорошие Воблера И Закупать Для Как Закупать Ставить Их На Продажу Для Того Чтобы По крайней Мере Честно Смотреть В глаза Тем Кто Их Купит Понимаете Ну Вот Это Орел Я Считаю Глупости Который Окутан Китайскими Воблерами Китайским Продуктом Там Есть Классный Продукт Ребята Есть Китай Классный Продукт Есть Охренительный Продукт Это Тот Продукт Который Китайцы Делают Для Себя Вот Странно Вот Себя Они Уважают Нас Почему То Нет Или Мы Покупая Этот Продукт Получается Сами Себя Не Уважаем Но Это Не важно Это Каждому Своё Каждый Пусть Понимает Так Как Это Хочет Но Факт Остается Фактом Мы Начинаем Собирать Для Продажи Лучшие Что Будет В Этих Коробках Будем Показывать Как Содержимое Этих Коробок Ловит О Какую Фразу Сказал Мы Обязательно Вам Будем Показывать Поэтому Вот Эта Вот Вся Красота Вот Она Вот Это Красотища Вот Будет На Водоемах И Если Опять Вам Это Интересно Будем Комментировать Какие То Моменты Рассказывать Показывать На Сегодняшний Момент Лично Для Себя Сделал Вывод Что Этим Бот Красавцам Надо Еще Умело Пользоваться Знаете Это Как Автомобиль Феррари Он Быстр Да Он Ездит Шикарно Да Но Если За рулем Баран Первый Столб Твой Поэтому Некие Курсы Для Феррари Я Обязательно Пройду Вместе С теми Людьми Которые Уже Имеют Кое Какой Опыт И Плюс Еще Тот Видеоматериал Который Можно Подчеркнуть С Ютуба Поэтому Я Вас Ни К чему Не Призываю Здесь В рыболовной Кухне Мы Просто Делимся Своими Наработками И Второй Вопрос Который Связан Мы Обязательно Собираем Мой Твичинговый Комплект Мы Обязательно Будем Рассказывать И О Спиннинге И Почему Он Взят И О Шнуре Его Тактихотехнические Характеристики И Почему Его Взяли Естественно Точно Так же Будет О Катушке Поэтому Огромное Вам Спасибо За Просмотр Лайкайте Комментируйте Но Обязательно В комментариях Поделитесь Если У кого Есть Какие Шикарные Моменты Почему Он Пользуется Либо Японскими Воблерами Почему У некоторого Может быть Наработки По Китайским Воблерам Китай Это Неплохо Не Тотально Плохо Есть Фирмы Которые Начинают Реально Задумываться И Качество Продуктов Начинает Расти Это Тоже Факт Который Имеет Место Нет Какой Там Непонятной Категоричности Поэтому Ваше Мнение Ваши Наработки Будет Очень Интересно Для Какой Воблер У вас Является Топовым Почему И Если Можно То есть Характеристику Не просто Воблеры Названия А В Какой Местности То есть Каждый Воблер Будет Работать При Определенных Глубинах При Определенной Местности При Определенной Насыщенности Водоема Рыбой В общем Там Куча Куча Всего Это Само Поэтому Друзья Во-первых Вам Всего Доброго За Просмотр Вот Все Остальное Я Вам Сказал Лайкайте Кричите Рассказывайте А мы С удовольствием Я думаю Следующий У нас Уже Будет На Воде До Новых Встреч Пока Пока